В какой сфере развлекаться, увлекаюсь астрологией, сферой ЗОЖ, рисуешь, ее леплю, хотелось бы выбрать правильный вектор, спасибо за ответ. Надо было, Ярослава, мне сразу написать ваш возраст. То есть сколько вам лет, что вы вот это все умеете делать? Знаете, я вам хочу сказать, чем можно зарабатывать деньги. У вас уже смещен критерий, и он звучит так. Чем мне заниматься, а вы уже увлекаетесь. Ваши увлечения, по вашему мнению, они должны приносить вам деньги. И тогда что вам выбрать? Я вам хочу сказать, что бы вы не выбрали из того, что у вас сейчас есть, вас не ждет успех. Ни в чем. Ни в астрологии, ни в ЗОЖе, ни в лепке, ни в рисованиях, ни в чем. Тогда скажите, как будем поступать дальше? Я могу сказать, как дальше поступать. Выберите любую сферу, которая у вас есть, и начните изучать тему продажи. Каким образом можно продавать? Как сделать группу, которая может популяризировать чужие картины и свои картины? Кстати, вообще, в какой сфере вам лучше всего заниматься? В случае, если вы пройдете курсы и будете активно вести блог в YouTube, блог в Instagram, блог в TikTok, при этом будете говорить об астрологии, рассказывать об этом, то сможете на этом существенно зарабатывать. По поводу IT у вас получаться не будет. По поводу рисования тоже. По поводу швейной темы, если деньги захотите работать, будет, но мега деньги не заработайте. Ну и лепка тоже так себе будет получаться. А вот в случае, если вы будете заниматься астрологией, то, скорее всего, будет у вас получаться хорошо. Хоть в начале и будет чуть-чуть это сложно. Почему? Я уже рассказывал как-то о том, что когда человек начинает... Я уже рассказывал о том, как я открывал школу. Помните, я говорил, что я проводил на протяжении шести месяцев каждую неделю занятия. Это было в пятницу и в субботу. Брал людей, которые приходили и бесплатно слушали. И люди, которые бесплатно это слушали, они должны были потом записаться на первое занятие. И шесть месяцев... За шесть месяцев было аж целых четыре человека. И только на шестой месяц, вот аж до марта месяца, там 10 марта или 20 марта, я уже не помню. И в марте месяце первые там четыре девочки и три мальчика, шесть человек, по-моему, или семь человек, пришли на первую ступень. Я помню их пофамильно и по имену. Это была Марьяна, это была... Многие из этих людей были просто моими друзьями. И я сказал, можете ходить для массовки бесплатно. Там вот был Игорь Мочеренко, вы его знаете, Виктор Стефанишин, может сейчас смотрит, Марьяна Стефанишина, Слава, который пришел бесплатно, Игорь, который пришел бесплатно, Катя Астафьева, которая бесплатно пришла. Это были мои друзья, я их пригласил. И все вместе мы начали первую ступень. Что я приобрел? За шесть месяцев я приобрел себе новых друзей. Потому что до этого моя работа была связана с тем, что я чиновник, начальник, у меня бизнес, магазины и так далее. И в силу своей профессии я не общался или не имел друзей. Были отношения, я вообще ни с кем не общался, у меня не было друзей как таковых. И друзей не было. А вот возможность делать школу привела меня к тому, что у меня появилась возможность. При этом я постоянно проводил школу, занимался медитациями, пытался сделать сайт, сидел сам этот сайт, первый свой, highlast.in.ua. Я его написал, все статьи туда сам написал и так далее. И я этим занимался каждый день по шесть часов. Я всегда говорю себе и всегда говорю всем остальным людям, которые есть. Чем бы вы ни занимались, всегда помните, вам необходимо пройти марафон. Какой марафон? Марафон бесплатной работы над собой. Дело в том, что чем бы вы ни занимались, вам предстоит это все популяризировать. Когда вы начнете это все популяризировать, то это будет популярно, если вы будете каждый день работать 4-5 часов отдавая свою жизнь именно этому. Человек говорит, я хочу в ютубе сделать канал, на нем зарабатывать. Приготовьтесь 6 месяцев по 4 часа ежедневно посвящать этому внимание. Человек говорит, как так много, 6 месяцев? Да, 6 месяцев. И что будет? И у вас будет аудитория, подписчики. Да, где-то через 4 месяца замонетизируется канал. А через 6 месяцев у вас, если это с учетом, что каждый день вы будете публиковать 4 видео хотя бы. И из этих видео делать 3 еще шорца. 4 шорца, не знаю, 10 шорцев. То есть, почему это все происходит? Потому что вы будете работать ежедневно. Человек говорит, ну это же так сложно. Ну так сложно, сложно ребенка родить. 9 месяцев нужно выхаживать. 9 месяцев вынашивания ребенка это цикл, которым человека воспитывают и говорят, что смотри, когда ты что-либо создаешь, то тебе необходимо после радости и твоих мечтаний о том, что у тебя будет ребенок, тебе предстоит 9 месяцев выходить этого существа. А потом после открытия еще год хотя бы, пока начнет ходить или 2 года даже. Поэтому, когда вы начинаете какой-либо бизнес и говорите, почему у меня не получается, то задайте себе вопрос, почему должно получаться, с чего вдруг оно не должно получаться. Это божественный промысел, который заставляет человека быть устойчивым, стойким, служить своему ребенку, служить своему детищу, несмотря ни на что. Все время, каждый день, делать, 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 делать. Есть ли другие варианты? Ну конечно.